Взыскать с одеждой Петровой Соболевой в пользу крестьянина Александра Тимофеева 2 рубля 76 копеек. Сколько? Кому? Да я ему пятого горшка не дам! На дворе август 1896 года. Сельский староста ходит по домам и собирает подать. Однако в первой избе крестьянка не готова заплатить ему рублем, после чего он принимает решение описать ее имущество. Для этого приходится даже взломать амбар. Не отыскав нужных вещей, мужчина направляется за податью в соседний дом. Там, чтобы заплатить налог, женщины идут на хитрость, а позже даже предстают перед судом. Она мне рубль от отца принесла, я его вон в тетрадку все записал. Если суду надо, я тетрадку предоставлю. У меня все. Однако приговор вынесут не земские судьи, а посетители музея Семенкова общим голосованием. Сегодня гости перенеслись в прошлое, чтобы увидеть невыдуманные истории из жизни вологодских крестьян из деревни Хохлева. Представление состоялось на презентации проекта «Право на судьбу». Его авторы попробовали взглянуть на быт крестьян с другой стороны. По архивным документам восстановить факты из жизни волокжан и рассказать об их судьбах. И за каждым человеком стоит его собственная судьба с очень необычной траекторией этой судьбы. В жизни этих людей происходило многое. Настолько многое, что какая-то отдельная драматургия уже не требуется. Жизнь формировала такие сценарии, которые придумать практически невозможно. И наша задача в этом проекте – найти вот эти сценарии. Вот так вот объективом посмотреть на тех людей. На основании личных историй крестьян родится антропологический спектакль. Стрители смогут с головой погрузиться в реальную крестьянскую жизнь. Уже в ближайшем будущем в музее появится театральная площадка на 80 зрительских мест. Это и многое другое станет возможным благодаря значительной финансовой поддержке. Проект стал победителем в одной из номинаций грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире». Это очень престижный конкурс в музейной сфере, за которым стоят самые большие денежные поощрения. И 2 миллиона рублей, я, наверное, не ошибусь, в России это максимально возможный размер гранта, который можно получить. Поэтому это, конечно, достойная победа в конкурсе. Проект будет полностью воплощен в жизнь к августу 2017 года. К тому времени в Семенково появится новый экскурсионный маршрут «Слухами земля полнится». Премьера антропологического спектакля состоится в июне следующего года. Увидеть его смогут не только посетители музея, но и жители области. Благодаря акции «Музей на колесах». Помочь воплотить идеи авторов проекта сможет любой желающий. Уже в ноябре этого года в областной столице откроется школа музейной интерпретации. Там в Алакжан будут обучать сценической речи, актерскому мастерству и расскажут об этнографии. Елена Карпенко, Евгений Тюнев, Новости Вологды.